Раз, два, три! Стремительным этот старт не назовешь. Участники ползут кто как может и куда хочет. Только родители пытаются привлечь внимание своего малыша и довести его до финиша. Лучше всего это получилось у многодетной семьи Вайчес. Их младшая дочь Мишель быстрее всех пересекла финишную черту. Нам некогда готовиться, у нас многодетная семья, нам некогда. Они сами ползают, сами лазают, так что никакой подготовки. Ее братья и сестры манят больше, чем игрушки даже. Любимыми игрушками, хлопками, улыбками к финишу своих детей родители привлекали как могли. Девятимесячная Элина Кулина вместо победы предпочла катание по коврику. Чтобы довести малышку до финиша потребовалось целых пять минут. Дома за этой мадемуазель не угонишься, она как ракета. Из комнаты в комнату, поймать ее практически, это миссия невыполнимо. Дома мы тренировались. Пробовали разные способы. То есть выстраивали дома импровизированную полосу. Пробовали ее привлекать на разные предметы, чтобы она ползла. Дома, кстати, все было идеально. Мы даже время засекали. То есть дома, в принципе, самый лучший результат был у нас 25 секунд. То есть она как бы проползала. Забеги проводились в номинациях ползунки и бегунки. Дети до двух лет те же дистанции преодолевали быстрее. Первое место общими усилиями завоевал полторагодовалый Сулейман Мурулин. Он у нас, в принципе, пешком не ходит, постоянно бегает и бегает. Киперактивный он у нас. Вот из-за этого, можно сказать, вообще пешком мы не ходим. В забегах участвовали 30 малышей и их родителей. Вот сейчас думаем о расширении уже каждый квартал проводить вот такие мероприятия. Также разрабатывается тоже еще одна программа у нас «Где логика?». И вот именно в воскресный день, в выходной день, чтобы все ими вместе собирались, здесь сообщались, познакомились, что-то полезное для себя взяли, хорошие эмоции, мы организовываем вот данное мероприятие. Семейный фестиваль «Бебе и Кросс» проводится в республике второй год. В этот раз его приурочили объявленным Владимиром Путиным году семьи.